МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Июнь 2014 года. Румыния. 34-летняя жительница города Скуртяшц обнаруживает на своём телефоне странное сообщение. Фото бабушки, умершей три года назад. Женщина уверена, родственница отправила ей послание с того света, а сам снимок удивительным образом оказался похожим на столь модное сегодня селфи. Правда ли, что с каждой фотографией мы теряем часть души? И кто и как может использовать наше изображение? С появлением гаджетов мы получили возможность фотографировать каждый свой шаг. На страницах в социальных сетях ежедневно появляются миллионы снимков. При этом мало кто задумывается, что фотография хранит не только нашу внешность, но и энергетику. В магическую связь человека и его изображение люди верили с давних времён. По портретам в средние века наводили порчу. С появлением фотографии воздействовать на человека стало ещё проще. Созерцая образ, мы созерцаем фантом человека, его как бы эфирное астральное поле, которое там отпечатано, и можем вступать во взаимодействие с этими полями. Поэтому фотография – это действительно связь с живым человеком. Экстрасенсы определяют, жив человек или не жив. По обратной связи с фотографией. Если идёт тёплая энергия, значит человек жив. Если холодная электрическая и покалывает определённым образом, вот холодная, значит тело само по себе, душа с её энергополями отлетела, и там другой рисунок. Обычно для магических обрядов используют портреты, где человек изображён анфас с широко открытыми глазами. Поэтому увлечение селфи может быть опасным. Тем более так называемым зеркальным. В древности зеркало связывали со злым демоном Мара. Известно, что зеркала могут накапливать энергию из окружающего пространства. И прежде всего отрицательную. Простые зеркала из алюминиевого порошка, они менее значимы в этом смысле. А вот с тяжёлыми металлами, с артутью и серебром, эти зеркала действительно обладают некой памятью. И через процесс фотографирования себя через зеркало, не то, что мы окно открываем куда-то, мы просто активизируем ту среду, которая уже там живёт, уже существует. Впервые своё отражение люди увидели на поверхности воды. В Древней Индии и Греции рассматривать себя в зеркальной глади считалось предзнаменованием скорой смерти. Эллины верили, что часть души навсегда остаётся в озере после того, как человек увидит в воде своё отражение. Герой древнегреческих мифов Нарцисс, очарованный своим отражением, вскоре умер от тоски. Парапсихологи уверены, фотографируя своё зеркальное изображение, человек открывает свою судьбу для энергетики, которую это зеркало накапливало долгие годы. Вот фотографирование через зеркало может выполнять роль такой кнопки, активизируя экран. И мы получаем изображение того, что было раньше. И действительно накопленная информация, которая была раньше, через вспышку особенно, если со вспышкой, активизироваться может. И проявляются иногда образы, человек сам себя фотографирует, а за его плечом ещё какой-то образ. А там ещё что-то. И это действительно происходит. Средневековыми историками подробно описан случай появления из зеркала призрака Барбары Радзивилл, жены великого князя Литовского и польского короля Сигизмунда 2-го августа. После скоропостижной кончины молодой жены, безутешный супруг обратился к колдуну пану Твардовскому, чтобы он, используя магическое зеркало, вызвал её дух. Твардовский поставил условие. Король не должен сходить с места и тем более дотрагиваться до призрака, иначе дух Барбары не сможет вернуться в загробный мир. Сигизмунд дал своё согласие. И ритуал начался. Короля привели в полутёмный зал, уставленный зеркалами. И пан Твардовский начал нашёптывать страшные заклятия. Вскоре в глубине зеркала появился силуэт женщины в белых одеждах. А затем привидение умершей Барбары шагнуло прямо в комнату и направилось к королю. Сигизмунд, нарушив обещание, кинулся к ожившей жене и попытался её обнять. Сверкнула вспышка, гулкий взрыв сотряс стены зала, и призрак мгновенно растворился в воздухе. Говорят, что и в наши дни призрак несчастной Барбары бродит по залам Несвежского замка и парковым аллеям. Известно, что любое наше изображение энергетически навсегда связано с оригиналом. И по фотографии человека можно передать ему энергетические заряды, как положительные, так и отрицательные. Своим умением избавляться от врагов с помощью изображения славилось знаменитое семейство Медичи. На протяжении семи веков они были правителями Флоренции. Персни и ключи с внутренними шипами, наполненными ядом, стали их главным оружием в борьбе за власть. Екатерина Медичи, королева Франции с 1547 года, даже прибегала к колдовству. Помогал ей в этом Козимо Руджери, ее личный некромант. Так называют прорицателей, которые вызывают духов мертвых. Руджери, большой специалист в области черной магии, по приказу Екатерины Медичи делал восковые фигурки врагов. Он протыкал их иглой, читая заклинания. Вскоре недруги королевы умирали. Делались они, как правило, либо из воска, либо из дерева. И делались они для всяких разных колдовских чар. Потому что считалось, что в средние века, что через куклу можно навредить определенному человеку. Кстати, даже скульптора и основательницу музея восковых фигур Марию Тюссо в Лондоне считали ведьмой. Ее дом на Бейкер-стрит обходили стороной. Горожане были уверены, что с помощью своих вылепленных кукол она занимается черной магией. Настоящие куклы из воска в 19 веке покорили всю Европу и получили названия английских. Этот материал делал их почти теплыми и настолько приятными на ощупь, что они казались практически живыми. Однако вскоре их потеснили фарфоровые куклы. Именно тогда во Франции впервые появилась кукла-младенец. Кукольники были мастером мужчины, потому что процесс производства фарфоровых кукол был очень трудоемкий. То есть температура обжига фарфора свыше 1200 градусов. Куклы расписались вручную, и поэтому они практически все разные. Не было таких штамповок. И, как правило, мастер все равно какую-то часть своей души, любви к своему изделию, к своему творению, он передавал. Сегодня старинная кукла не игрушка, а вложение капитала. Цена на редкий экземпляр может доходить до нескольких десятков тысяч рублей. Однако парапсихологи уверены, такая кукла может быть небезопасна. Все вещи, переходящие из рук в руки, несут в себе информацию о предыдущих хозяевах. И кукла прежде всего впитывает эмоциональное состояние человека. Я думаю, что антикварные куклы, так же, как и вообще все другие, они могут как и негативно внести информацию, так и положительную. Я знаю, вот сама не помню, была очень маленькая, подарили вот такую мне куклу антикварную кто-то. И моя мама, она никак не маленькая понять, потому что она пыталась дать мне играть, мне годика два, наверное, два с половиной было. Я начинала плакать. Я ее боялась, эта кукла. Причем она красивая была. И вот какое-то время она у нас пожила, и, наверное, ее куда-то отдали. Ну, просто не знаю, вот, как от нее обезопаситься. Ну, если ребенок плохо встречает эту куклу, ну, надо убрать эту куклу с глаз удовольствием. Известно, что кукла может стать энергетическим вампиром и будет непрерывно питаться за счет окружающих. Причина тому – мелкие сущности, которые потребляют душевную энергию человека. Эту энергетику легче всего получить от детей. И сущности селятся в игрушках и куклах. Убивающие людей куклы нередко попадают к нам с востока. В них зловредные сущности заключены насильственно. В соответствии с буддийской религией мир заполнен множеством злых духов сингдома. Они похищают дыхание людей и животных и приносят в храм монастыря Самье на берегу священной реки Брахмапутры. Человек, у которого похищено дыхание, заболевает и умирает. Со зловредными духами борются святые ламы. Они отлавливают духов пожирателей дыхания и заключают в глиняные фигурки. С такой экзотической куклой пожиратель дыхания, несущий смерть, может попасть в любой дом. Ритуалы с куклами, глиняными, тряпишными или восковыми известны с давних времен. Рассвет магии с использованием восковых кукол пришелся на времена Инквизиции. Тысячи подозреваемых в ересе пали жертвами папских судов. В 1347 году священник Этьен Папин был приговорен к 15 годам заключения лишь за то, что изготавливал восковые фигуры. Спустя 150 лет были казнены 12 ведьм, которые пытались убить короля Якова III с помощью восковых фигурок. Самый известный процесс над ведьмами состоялся в январе 1692 года в американском городе Салем. По подозрению, в насылании порчи на детей пастора были арестованы несколько женщин, в том числе и служанка рабыня с Барбадоса по имени Титуба. По словам детей, она рассказывала им о колдовстве. Что касается обвинений в колдовстве, то речь идет о бесправных женщинах, некоторые из которых были бедными. Одна из них была домашней прислугой в местном приходе. То есть они были из низших слоев общества. Пострадавшие от колдовства девочки жаловались на то, что их колют иголками духи и рассказывали, что видят летящих ведьм. Служанка Титуба призналась, что и правда рассказывала детям о вуду и языческих обычаях родного Барбадоса. А еще одна женщина, Эбигаль Хоббс, заявила, что местный пастор Джордж Берроуз давал ей магические куклы. Берроуза выставили зачинщиком и главой ведьминого шабаша. Было повешено 15 женщин, четверо мужчин и один мужчина, Жиль-Кури, был забит камнями до смерти. Салемы сегодня называют городом ведьм. Треть жителей исповедуют древнюю религию Викка. А одна пятая часть населения до сих пор причисляет себя к колдунам и ведьмам. Вероятно, в Салеме, нынешнем Массачусетсе, около 15 тысяч практикующих ведьм. Конечно, трудно удостовериться в том, кто ведьма, а кто нет. Ведь мы не зеленые человечки, и мы не летаем над домами на метлах. Я прежде всего хотела бы определиться со смыслом слова «ведьма». Насколько мне известно, оно произошло от латинского «вика», и оно происходит от «ведать». А потом «ведьма», то есть это означает «ведающего», мудрого человека, ищущего знаний. К ведьмам в Салеме до сих пор приходят люди, чтобы узнать свою судьбу. Люди, практикующие современную магию, называемую в некоторых регионах Викка, причисляют себя к колдунам. В этом понимании ведьмы сегодня существуют, но не в том виде, в котором это представляли Пуритане в 1692 году. Но что представляют собой магические куклы, о которых рассказывала одна из салемских ведьм, рабыня с Барбадоса, и как они связаны с религией Вуду? Вольт – так называется кукла, которая используется в этом африканском культе. Считается, что после специального обряда она приобретает связь с определенным человеком. Однако его зловещая роль не во всем соответствует действительности. Куклы Вуду, в которые втыкают иглы, это изобретение Голливуда. Их не существует. Это пришло из тех времен, когда американцы заняли Гаити в 1915 году. Тогда это изобрели. Идея пришла от африканских бучио. Куклы бучио – это деревянные фигурки, обернутые чем-то вокруг живота. Бучио происходит от двух слов. Чио означает «человеческое тело». Бу – силок, которые обращаются. Вокруг живота, потому что вокруг живота находится душа. И эти куклы могут использоваться как для хорошего, так и для плохого. Колдуны Вуду уверены, после установления связи с человеком на него можно воздействовать через куклу-двойника. Куклы всегда представляют человека. Когда я иду к жрецу, я могу взять с собой куклу, которая представляет меня, если мне требуется лечение. И он прикрепляет защиту на мою куклу. Но, естественно, я могу принести куклу того человека, на которого собираюсь нанести порчу. Он посоветуется с оракулами, можно ли ему вообще это сделать. Если да, то он сделает с ней то, что требуется. Жрецы Вуду с помощью черной магии не только колдуют, но и снимают проклятия и исцеляют больных. Кстати, похожие обряды существуют и в Бразилии, где они называются Сентерея, что дословно обозначает вера в святых. В других странах Латинской Америки аналогичный Вуду-культ именуют Макумба. Я считаю, что куклы и разные бу, магические фигурки, могут влиять на людей. Можно сказать, что порча срабатывает тогда, когда в нее верят. Все идет от головы. Я видел, к примеру, экспонат. Человеческую челюсть с утиным клювом и растениями внутри. Такие вещи используются против клеветы. Человек, на которого наведена такая порча, не сможет сказать больше ни слова. Исследователи причисляют Вуду к самым древним религиям в мире. Возникла она 6 тысяч лет назад в Западной Африке. На Гаите попала с рабами во время европейской колонизации. На самом африканском континенте многие племена до сих пор совершают магические обряды с использованием масок и кукол. Вред можно причинить не только через куклу, а через любой предмет. Но кукла является самым сильным магическим созданием, через которое можно действительно причинить вред, нарочно или не нарочно. Магические куклы не только изобретение магии Вуду. В древности куклы из трав и соломы служили нашим предкам защитниками от злых сил и хранили домашний очаг. Десятиручка помогала по хозяйству. При изготовлении каждой пары рук на них делали специальный заговор. На детей, родителей, уход за скотиной или работу в поле. Богатство в доме должна была обеспечить крупеничка из зерен и трав. Кукол использовали в обрядах и на добро, и на зло. Славянские магические куклы самая известная это масленица, которая до сих пор чтобы расстаться с прошлым. На проводы зимы мы делаем масленицу и поджигаем, чтобы наступила новая. Это тоже магическая кукла. Куклы-обереги самые разные. Ставились в красный угол. Муж, например, уходил на войну или на службу. Делалась кукла хозяина дома и оберегалась. Для маленького ребенка до рождения делали из куклы. Для игры самые-самые разные. Куклы из трав. Похожие куклы были у индейских племен и персов. Первые делали кукол из дерева, вторые применяли ткань. Исследователи считают, что в древности куклы использовались для различных религиозных ритуалов. Детям позволяли держать их в руках, но играть в куклы было категорически запрещено. Для изготовления фигурок используются определенные деревья. Дерево очень важно. Куклы всегда делаются из дерева в Африке. Этого не могли делать на Гаите, так как владельцы плантации и церковь не разрешали этого делать выходцам из Африки. Поэтому на Гаите делали тряпичные куклы, которые могли выглядеть как игрушки. И к этим куклам прикреплялись необходимые предметы. Но африканские бучо всегда из дерева, и к ним могло прикрепляться все, что угодно. Первые дошедшие до нас детские куклы были обнаружены на территории Египта. Развитая египетская цивилизация умела делать игрушки еще четыре с половиной тысячи лет назад. Причем с подвижными руками и ногами. В эпоху античности изготовление кукол стало отдельным ремеслом. Порой весьма прибыльным. Их стали делать из дорогих материалов. И тщательно работать над лицами. Есть легенда, что куклы вообще появились раньше, чем даже люди. Что там богини, глядя в зеркальное отражение воды из глины, там слепило человечков, они пошли, там стали танцевать, там и так далее, и так далее. И в наше время колдуны, практикующие не только магию вуду, с успехом используют в своей работе кукол. Я сейчас покажу ту, которая использовалась только для причинения зла. Видите, здесь человек полностью скован. Чио – деревянная фигура. Сначала обернута травами, платок, на спине раковина улитки с субстанцией Бо, имеющей силу. На животе – нижняя черюсть дикой кошки. Они олицетворяли зло, и на обоих плечах свертки с травами закрыты на замки. Человек скован. Все, что он делает, не удастся. Колдовство с куклами очень сильное. Кстати, во время обряда жрец не протыкает куклу иголками, как мы привыкли думать. Игла есть, но используют ее иначе. Это инструмент, который использует священник. С помощью него он может сотворить и хорошее, и плохое. На нем тоже все, что угодно. Нижняя челюсть барана. Важна субстанция, которая находится внутри. Когда с ней работают, используют иголку. Жрец облизывает ее и кладет внутрь. Это субстанция силы. Таким образом, он разговаривает с духами в кукле. Считается, что приворот Вуду с использованием куклы может сделать из человека зомби. И с помощью этой же куклы полностью его контролировать. Однако, это всего лишь выдумка кинорежиссеров. С помощью куклы Вуду нельзя сделать человека зомби. Этот образ зомби возник, разумеется, в Голливуде. В наши дни зомби духи в бутылке. Это астральные духи. О зомби европейцы впервые услышали в 1929 году. Остров магии. Так называется книга, которую опубликовал репортер Нью-Йорк Таймс Уильям Сибрук. В ней он написал жизнь и культуру острова Гаити, в том числе и живых мертвецов, работающих на плантациях сахарного тростника. По одной из версий зомби происходит от слова Нзамби, которое на африканском языке банту означает душа мертвеца. Именно благодаря зомби культ Вуду получил широкую популярность, в том числе и в Голливуде. Это бутылка с зомби. Если я хочу сделать что-то плохое, свести кого-то с ума, то жрец должен пойти на кладбище, найти могилу душевнобольного и поместить в бутылку обломки его костей. Кладбищенскую землю, церковную землю, разные магические растения, яд рыбы, собаки, малассы, тростник. Бутылка должна отстояться 24 часа и там рождается зомби. Если я хочу выпустить зомби, я открываю крышку, ставлю наверх свечи, говорю зомби, что ему нужно делать. Когда свечи догорят, зомби выходит и делает свою работу. Разумеется, я не могу выпустить зомби просто так. Он может сделать что-то плохое. Поэтому есть магниты. С помощью магнита зомби можно вернуть в бутылку и поставить на полку. Он будет ждать нового поручения. Когда одна из американских фармацевтических компаний заинтересовалась рецептом снадобья, с помощью которого колдуны Вуду создают живых мертвецов, на Гаити отправился антрополог Уэйт Дэвис. За тысячу долларов один жрец открыл ему состав зелья. Смесью из компонентов натиралось тело покойника. Жрец призывал бога смерти, чтобы запечатать его душу. Душа помещалась в стеклянную бутыль, пробкой, для которой служила личная вещь жертвы. Хозяином души становился черный колдун, а тело становилось его рабом. Через 12 часов мертвец приходил в себя и становился тем, кого мы называем зомби. Эту процедуру не раз пытались повторить в лабораторных условиях, но получить настоящего зомби так и не удалось. Древние люди для проведения магических обрядов наносили на скальные рисунки и вкладывали в них особый сакральный смысл. В древние времена художники считались магами. Почему? Из-под кисти выходил портрет или пейзаж или какое-то изображение. А мы знаем, что в шаманских практиках изображение древних народов, наскальная живопись примитивными красками охрой это тоже магия. Рисовали буйвола, потом шли на него охотиться и все, и буйвол был добычей. Картина выполняет примерно такую же функцию и в настоящее время. Картина может обладать магическим переизлучением и то, что в нее заряжено художником или людьми, присутствующими при написании, или пейзаж, который несет какую-то смысловую нагрузку. Все это работает. В крупнейших картинных галереях, хранящих шедевры признанных мастеров, провели эксперимент. Поставили фиксирующие устройства и определили время, которое посетители затрачивают на осмотр каждой картины. Исследователи сделали однозначный вывод. Некоторые картины обладают особой энергетикой. Известны сотни случаев потери сознания при созерцании Джоконды Леонардо да Винчи. Начались они сразу с открытием Лувра. Первым таким человеком был писатель Стендай. Невероятно. Но работники Лувра заметили, что при длительных перерывах в работе музея краски Джоконды стремительно тускнеют. Однако при появлении зрителей картина будто оживает и светлеет на глазах. Джоконда имеет удивительное свойство. Она может как зеркало отражать любого человека. В ней Леонардо заложил очень много вибраций, целую полифонию. Поэтому многие посетители реагируют остро. Но кто-то с плюсом, а кто-то с минусом. Считается, что Мону Лизу или Джоконду Леонардо взялся написать для торговца шелком Франческо дель Джоконда в 1503 году. Тот заказал художнику портрет своей жены, госпожи Лизы Герардини. До Винчи работал над ним четыре года, но Франческо по невыясненным причинам так и не выкупил эту картину. Леонардо до конца жизни не расставался с ней. До самой смерти великий мастер переписывал и правил картину. Появление термографии, то есть регистрации инфракрасного излучения тела человека помогло прийти к сенсационным выводам. Во время творческого запоя мозг живописца подпитывается невероятным количеством энергии. Это приводит к изменению сознания, то есть трансу. Если в состоянии транса человек перенес какую-то гармонику, то гармоника возникнет у зрителя. Если это будет дисгармония, она тоже у зрителя будет. Это очень важные вещи. Мы недооцениваем влияние живописи, влияние картин и также и фотографии. В обычном состоянии человек не активизирует подсознание. Именно поэтому только в трансе из-под кисти художника выходят шедевры. Фиксенская капелла расписанная вызывала у людей восторг, непостижимое чувство высоты, масштабность и благоговения. От этого люди еще сильнее верили, у них появились стигматы, по-моему, когда у людей на ногах или на руках появлялись кровоточащие раны. Это все благодаря живописи. То есть настолько было сильное влияние на человека, что он впадал в некую эйфорию внутреннюю и он мог сгореть, например, полностью внутри. Для создания шедевров мастеру необходима энергия, которую он черпает не только из внутренних резервов. Художник использует всевозможные источники. От эндорфинов до энергии космоса. Некоторые могут творить лишь в состоянии душевных мок. Когда ты оказываешься в мастерской и ты видишь большое количество этих картин, то ты сразу попадаешь в среду. В среду положительную или отрицательную. Это также, как у нас с вами о человеке складывается положительное впечатление или нам кажется этот человек не очень хорошим, нам кажется он грустным, злобным, или наоборот ты думаешь, какой он радостный, положительный и приятный. И точно так же от картин, в которых получается материализовывается вот этот его внутренний мир. Художники всегда связаны с окружающей средой и конечно с людьми. В результате недавних исследований выяснилось, что довольно часто у позирующих увеличиваются мозговые ритмы. Как предположили ученые, в этот момент художник делится с моделями своей энергии. В ходе экспериментов было установлено, что творческий потенциал живописца, как правило, влияет на натурщиков, причем часто не в лучшую сторону. Портрет автоматически как магнит перетягивает на себя живую энергию изображаемого. И изображаемый отдает часть энергии, становится более уязвимым, может заболеть, может и умереть, но в портрете будет на века зафиксирована часть его живой энергии. Вот такой феномен. Поэтому эти явления, они и научно объяснимы, и мы на практике это видим. Есть еще одно любопытное наблюдение. С посторонними моделями художник работает быстрее, а значит вытягивает из них меньше энергии. Совсем иначе происходит, когда он пишет портреты членов своей семьи. определенный заряд в картине формируется при ее написании. И если художник действительно маг, то есть человек, обладающий ретрансляционной способностью, энергетическим воздействием на окружающий мир, а среди художников такие были, то художник еще заряжает сам свою картину. Не только то, что на ней изображено, но вносит свой вклад, свою энергетику. И тогда получается смешение полей, смешение жанров. Есть случаи, когда художник рисует портрет, хозяин этого портрета умирает быстренько. Следующего рисует, и этот умирает. Следующий рисует, и этот умирает. Самое веселое произведение русской живописи. Так поначалу называли картину Ильи Репина, запорожцы пишут письмо турецкому султану. Но потом с друзьями художника, которые ему позировали, произошли трагические события. У генерала Михаила Драгомирова, который позировал для персонажа атамана Серко, тяжело заболел сын Александр. У писателя мамина Сибирика умерла жена. Консультант картины и историк Костомаров тоже скончался во время работы над полотном. Картину стали считать проклятой. Репин настолько сильно испугался, что немедленно убрал с полотна маленького казачка, которого написал со своего сына. Однако рок продолжал преследовать тех, кто позировал художнику. Хирург Пирогов и композитор Мусоргский умерли на следующий день после того, как Репин закончил писать их портреты. Следующим вечером после завершения работы над портретом Столыпина тот был в упор застрелен в Киевском театре. Модель может даже быть не в курсе, что там происходило. Он может эту картину, мы встречаем такие случаи в истории искусства, он ее разрезал, эту картину, или он ее например выбросил, или он ее сжег. То есть эмоции очень сильные даже у самого художника, который работает с моделью или сюжетом. Известно, что Рубенс потерял свою жену и модель Изабеллу, когда ей исполнилось 35 лет. Дочь умерла в 12. Испанский художник Гоя рисовал портреты обнаженная маха и одетая маха с великолепной герцогиней Альбы, которой пылали страстью многие мужчины. Не устоял и великий живописец, из-под чьего пера вышло множество портретов красавицы. Спустя три года она внезапно умерла. Связь, конечно, есть. У меня была работа, я когда-то Николая Ильюменко нарисовал, но мне работа не понравилась. И я ее смыл. Это были цветные карандаши, и, в общем, там было видно еще живопись. и я положил в Москве в своей квартире на полку, вот, и три года или четыре не трогал. И однажды я залез за чем-то, за какой-то книгой, наверное, и эта картина упала. Она была без рамочки, легкая. Я, увидев ее, сказал себе, да, надо завтра позвонить Николаю и договориться о встрече, чтобы он пришел попозировать. Вот. Это было в 11.15 вечера. На следующий день я звоню вот утром, и жена говорит Никас, а вы не знаете, он же вчера в 11.15 умер. Вот какая-то связь странная. Не менее странная история произошла с Еленой Дьяковой. В 18 лет она уехала из России в Швейцарию, чтобы исцелиться от туберкулеза. Доктора признали ее неизлечимой. Елена завела знакомство с художником Полем Элюаром, который находил ее удачной натурщицей из-за чахоточной бледности. Живописец Макс Эрнст тоже использовал Елену в качестве модели. Врачи были поражены. Женщина, которая должна была умереть, чувствовала себя все лучше и лучше. В 40 она вышла замуж за Сальвадора Дали и прославилась как великолепная Гала. Сюрреалист рисовал ее без устали, и на его картинах Гала не старела, застыв в одном возрасте. Я на самом деле думаю, что длительность жизни не связана с тем, позируешь ты или не позируешь. Но просто портрет, такой жанр, в котором действительно многое соединяется от общения модели с художником. И тем не менее восприятие художника отразилось на реальности. Елена выглядела моложе своих лет и дожила до 88. Однако на зрителей полотна Великого Дали могут воздействовать совершенно иначе. Если картина излучает совершенство, красоту и гармонию, она благотворно действует. Если же там, как у Сальвадора Дали, например, психика нездорового человека, очень часто такие вот параноидальные какие-то там шизофренические мотивы есть, здесь происходит заражение зрителей. Вот этим состоянием об этом доктора, психиатры говорят, что есть так называемая психическая инфекция. И такие картины небезопасны для зрителей. Мы с вами должны об этом знать. Не только портреты, но и известные пейзажи несут в себе мистические тайные загадки. Когда импрессионист Клод Моне отмечал окончание работы над пейзажем с водными лилиями, в мастерской случился небольшой пожар. Пламя быстро залили вином и не придали этому значения. Всего месяц картина провисела в кабаре на Монмартре, а потом в одну ночь заведение выгорело дотла. Но лилии успели спасти. Вскоре картину приобрел парижский меценат Аскар Шмидт. А через год его дом полностью сгорел. Пожар начался с кабинета, где висело полотно. Но сама картина снова чудом уцелела. В 1958 году водные лилии перевезли в Нью-Йоркский музей современного искусства, в котором четыре года спустя по неизвестным причинам возник пожар. В истории есть множество случаев, когда картина влияла на судьбу тех людей, которые жили в этом помещении, где она была. И здесь есть научное объяснение, поскольку пси-поле картина может удерживать. Что такое пси-поле? Это информоэнергетическое поле, которое фиксируется на мельчайших кристалликах, составляющих красочное полотно, краску. Кобальт синий, белило, цинковый и так далее содержит металл, микрокристаллы металлические. Металл может фиксировать информацию. Так вот, в картинах целая полифония из таких микрокристалликов, которые составляют краску. И эти кристаллики могут удерживать ту информацию, которая была заложена при написании картины. Исследователи проверили картины русских художников и обнаружили сильный негативный заряд у картины Айвазовского «Девятый вал». Безысходность смерти после кораблекрушения вызывает у зрителей настоящий ужас. У картины есть душа, она живое существо, она дышит, она реагирует, она влияет, она меняет сознание. Входя картина в дом, она начинает заполнять свои энергии. Я когда работаю, я всегда молюсь, заканчиваю, молюсь, художники тоже это делали. Иван Крамской свою картину «Русалки» задумал по мотивам «Майской ночи» Гоголя. Тяжелый лунный свет, колдовское озеро, призрачные русалки, вышедшие на ночной берег. После того, как полотно купил меценат Третьяков, в зале, где оно находилось, отказалось работать прислуга. Там по ночам раздавалось тихое заунывное пение. Дети Павла Михайловича боялись даже мимо ходить. Казалось, что сами русалки пытаются затянуть их к себе на дно. Эти миры, они не то, что затягивают, они просто заинтересовывают, наверное, зрителя, так, чтобы тебя прямо затянуло, как в кино, знаете, 3D. И он ушел в эту черную дыру и не вернулся, конечно, такого, как быть, не может. Надо достаточно здраво относиться. Но просто когда человек смотрит на картину, он, наверное, в этот момент остается один с собой и с этой картиной. И картины в любой ситуации, на любой выставке обратите внимание. Вы ведь сначала к ней подошли, почувствовали ее, а потом вы почитали, что это за картина, автор и так далее. То есть у вас первая реакция, она абсолютно на физическом уровне. Вы на нее реагируете. Черный квадрат Малевича одна из самых больших загадок живописи. Но почему его работа имеет такую притягательность? Малевич проснулся знаменитым в 1915 году, когда выставил последнюю картину черно-белой магии, как он сам ее называл. В конце прошлого века западные ученые решили, наконец, разгадать тайну квадрата. Но случилось непредвиденное. Один из исследователей упал в обморок. Позже он рассказал, что почувствовал невиданную концентрацию темных сил. Будто мастерская Малевича находилась не где-нибудь, а в самом аду. То, что картины могут втягивать свой мир, это понятно, это известно давно, а научное объяснение этому такое. Рисуется некое фантомное состояние, другой мир, или мир, который видит художник, он его переносит на полотно, создается голограмма, образ, и эта голограмма материализуется с помощью красок. Это уже магия, это уже имеет воздействие. Поэтому и художник воздействует, и то, что изображено на картине, действует на зрителя обязательно. Это некая матрица, по которой выстраивается поле зрителя. маги считают работу художника порталом в иное измерение. Эту энергетику и ощутил исследователи, потерявшие сознание перед черным квадратом. Для большинства людей черный квадрат остается исключительно черным квадратом, и лишь немногим удалось проникнуть во внутренний мир картины. Вот всегда есть как бы момент, который создает тебе какое-то представление о чем-то, что вызывает у тебя либо страх, ужас, и ты говоришь, нет, никогда, боже, господи, прости меня, господи, прости меня. Увидев что-то где-то в глубине, увидев где-то на картине, и ты настолько проникаешься в это, что оно тебя преследует потом остаток жизни, и от этого зависит, как ты можешь изменить сознание через искусство какого-то художника, и оно меняется. 120 лет зрители, критики и художники восторгаются портретом неизвестное. Однако в свое время меценат Третьяков отказался купить ее для своей коллекции. Не исключено, что он знал, портреты красавиц не приносят ничего хорошего. Сегодня коллекционеры не сомневаются. Красавицы с картин пьют жизненную энергию у зрителей. Джагонду Леонардо, Венеру, Боттичелли или любовь в земную и небесную Этициана называют вампиршами. Их пытаются порезать или уничтожить фанатики. Это просто неадекватная реакция. И вообще восприятие, воздействие зрительного образа достаточно серьезная тема, которой занимаются специалисты и разбираются вот этим воздействием зрительного образа как на человека и его переживанием. Это происходит абсолютно психоэмоциональном уровне. И как таковая картина действительно может вызывать такие эмоции у людей, которые, может быть, не вполне уравновешены. Потому что переживания очень сильные. Первым, кому неизвестное принесло несчастье, стал выкупивший ее коллекционер. Трагические случаи повторялись, пока публика не начала шептаться, что обладание картиной приносит горе. Одного бросила жена, другой стал банкротом, у третьего сгорел дом. Однако самое страшное случилось в семье самого художника. Меньше чем через год у Крамского умерли два сына. Вы знаете, у картин есть аура, какая-то душа, вложенная автором. Подходите к какому-нибудь портрету в музее, портрет там 16 века, и он смотрит вам в глаза, сколько людей он видел, да, скольким он посмотрел в глазах, и в нем как будто отпечаталось, отпечатались, может быть, эти зрители, они тоже в него вот так вот сматривались. Неизвестная странствовала по России и даже побывала в зарубежных коллекциях. Только в 1925 году она оказалась наконец в Третьяковской галерее. С тех пор картина не проявляла активности. Пока. Пугает портреты, которые действительно негативные. Люди, которые покупают портрет Ван Гога с отрезанным ухом, у них что-то говорят происходит все время. У людей, у которых висит Христос или ангельский образ, они наоборот чувствуют себя очень хорошие, дела идут, замечательные. Был такой один уродливый, некрасивый в Древней Греции человек, но очень богатый. Его жена была беременна и очень боялся, что она родит такого, как он. Он заказал у художника ангела и повесил спальню перед ее кроватью. Она родила орло ровно такого ангела, похожего на этого, который был изображен. Здесь зависит от внушения, зависит от внутреннего наполнения, но живопись не должна пугать, живопись должна поддерживать, помогать, лечить, и это, конечно, зависит от художника. Любой портрет или скульптура забирает энергию своих живых прототипов. Это известно с давних времен. не изображают людей иудеи и мусульмане. Подобный запрет существовал у первобытных культур. Даже сегодня в некоторых религиях нельзя фотографировать людей и снимать их на видео. Что происходит с нами, когда мы делаем очередное фото? и какую энергию получаем, глядя на чужой портрет? Точные ответы на эти вопросы только предстоит найти. «Самбург» «Самбург»» Субтитры создавал DimaTorzok